Здравствуйте, друзья! Всем-всем-всем привет! Всем доброго-доброго времени суток, друзья! Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено теме сна Я искренне хотел бы, чтобы вы расслабились при просмотре этого видео Чтобы вы успокоились, почувствовали себя защищенно И поэтому я взял с собой вот эту вот подушечку Вот такую подушечку я взял с собой И надеюсь, что звуки этой подушечки вам немного помогут расслабиться Конечно, мой шёпот Вообще, кстати, выбор подушки достаточно серьезная вещь И бывает так, что подушка, например, вам не подходит И тогда вы можете вместо того, чтобы выспаться и проснуться полными сил Вы можете, наоборот, за ночь отрежать себе шею, например, как-то И, наоборот, неудобно, когда спать, человек устаёт и так далее Так что выбирайте подушки правильно На самом деле, это достаточно важно Я об этом не задумывался раньше И только буквально недавно я посмотрел несколько статей И понял, что подушка, на которой я спал, она мне не подошла, не подходит Потому что она была слишком большая Я купил себе подушку поменьше Это не она, конечно же И, в принципе, стало лучше Вы можете перед сном выпить, например, стаканчик теплого молока Или окружечку какао Я, кстати, очень люблю какао Этот напиток меня расслабляет И напоминает мне о детстве Когда мы с вами были маленькими Хоть такие маленькие-маленькие И нас ничего-ничего не заботило Не нужно было никуда спешить Некуда бежать Нужно было сдавать какие-то отчёты Какие-то делать, понимаете, какую-то работу Всё, что нам было нужно Это, может быть, посмотреть какие-то мультики Поиграть с ребятами во дворе Поэтому я вам предлагаю вернуться в то счастливое время Когда мороженое было вкуснее Когда воздух был чище И люди немножечко были добрее В отношении к нам Я вам предлагаю закрыть сейчас глаза И вспомнить Пожалуйста, постарайтесь вспомнить Самый-самый свой счастливый момент Какой-то добрый, позитивный момент Из детства Знаете, когда я был маленький Когда я был маленький Мне было где-то 12 или 13 лет Я понимал, что рано или поздно я стану взрослым Конечно, я это понимал И так дальше И у меня был такой небольшой приём Почему-то я себе решил, что так будет здорово, если так сделать Например, мне купили мороженое И я постарался запомнить этот момент Как я его ем И запомнить все свои ощущения Я тогда подумал, что когда я стану взрослым Возможно, я смогу просто закрыть глаза И перенестись обратно в этот момент В этот детский момент Когда мне было действительно хорошо Потому что ребёнка не нужно ничего Чего-то там грандиозного Дети радуются простым вещам На самом деле И, к сожалению, некоторые взрослые Они это утратили в своих каких-то буднях То есть, когда ребёнок радуется какой-то вещи Он не смотрит на её цену Он не смотрит на её статус какой-то Он просто радуется мороженому И неважно, сколько оно стоит Он не задумывается об этом Ребёнок может не любить красную или чёрную икру Потому что она невкусная А взрослый будет есть её с удовольствием Потому что она дорогая И её очень сложно достать Например, чёрную икру, да, купить Она будет нравиться ему Из-за того, что она Икра будет нравиться ему Из-за того, что она редкая Да, недорогая Поэтому я хотел бы, чтобы вы вспомнили что-то приятное Из детства Что-то хорошее Это может быть какой-то праздник Вы можете вернуться назад во времени Хотя бы в воспоминаниях, да И вспомнить что-то приятное Например, вам подарили какой-то классный подарок Это может быть какой-то автомобиль Да, детский Или кукла Возможно, это какой-то детский автомат Пистолет и так далее Я вот, например, вспоминая себя Помню очень два классных подарка Которые мне очень и очень нравились Конечно же, первым подарком была Дэнди Вот, это игровая приставка Я не понимаю, почему на самом деле Родители мне её купили Потому что всё дальнейшее время Когда я у них клянчила поиграть Ну, потому что приставка, как бы, она подключается, да К телевизору И, естественно, мне никто не разрешал её подключать к телевизору Потому что тогда шёл слух, что она садила кинескоп и так далее Но у меня была эта приставка И мы иногда даже на ней играли Вот И второй подарок, который я запомнил На всю жизнь, навсегда Это был плеер Я очень-очень хотел себе купить плеер Когда был маленький И они стоили тогда, конечно, достаточно серьёзных денег И вот Как-то раз я об этом говорил Родителям И у меня был какой-то праздник Не помню, Новый год Или что-то в этом роде было И мне крёстный Пришёл и подарил Кассетный плеер Тогда, конечно, это были Не mp3 плеера То есть сейчас такая коробочка И сейчас я слушаю музыку с телефонов Но в те времена Это было не так-то просто Послушать музыку Вторым подарком, который мне запомнился, наверное, на всю жизнь Был кассетный плеер Кассетный плеер Дело в том, что, конечно, раньше не было никаких телефонов Не было mp3 плееров И сейчас уже mp3 плеера, наверное, уже отжили своё Раньше у нас был магнитофон Такой кассетный большой магнитофон И, конечно, мы его слушали Но, опять же, плеер это что-то личное Да, какая-то вещь А мне очень нравилось слушать музыку Конечно же, тогда на то время И у меня не хватало денег, естественно, на плееры Потому что они были достаточно дорогие И я не раз останавливался У нас был в метро В переходе Такой небольшой киоск В котором В котором выставлялись Вот эти все музыкальные плеера И Разные всякие Вот эти гаджеты На данное время Которые были достаточно дорогие Я часто ходил туда просто посмотреть Я мечтал, что у меня будет Например, какой-то плеер А из этой коллекции, которая там вставлялась Из этих, которые были на витрине Вот И как-то раз все же я накопил какую-то определенную сумму Но мне не хватало Реально все-таки не хватало Я пошел купил себе радио Возможно, многие из вас не знают Но раньше были такие карманные радиоприемники По размеру Эти приемчики были небольшие совсем Вот Они работали на батарейках И к ним можно было подключить наушники У них не было своих динамиков Хотя у некоторых, возможно, и были Тогда вот только-только начинал развиваться Китай в плане электроники какой-то И впервые Вот Начали продавать Вот эти музыкальные FM-радиостанции Миниатюрные такие Я вот купил себе Такую радиостанцию И очень-очень мне нравилась Это уже отдельная история Но все же я, наверное, родителям Все уши проружжал этим плеером Потому что Как-то раз Я не помню, какой это был праздник Новый год, день рождения К нам в гости пришел Крёстный Мой Которого я, кстати, видел всего, по-моему, два раза в жизни Крёстный этот мне подарил как раз тот самый плеер О котором я мечтал Он был какой-то марки типа Хуняни Какой-то неизвестной китайской марки Но Я понимал, что он недорогой на самом деле Но это было то, что мне нужно Потому что я это Но об этом очень-очень мечтал И я На последние деньги какие-то там покупал батарейки У меня было несколько кассет Одну кассету я слушал постоянно Потому что я купил за свои деньги сам Это была кассета Арии Группа Ария Причём это уже после выхода из неё Кипелов То есть Кипелов уже тогда пел отдельно Я слушал этот альбом, который назывался «Сокрещение огнём» У меня была единственная кассета, которая у меня была И вторая кассета у меня была чисто для разных песен Я их сам записывал с радио Потому что наш основной магнитофон, который у нас стоял дома Он умел записывать песни с радио И это было тоже классно Потому что ему любимую песню просто записать на кассету И потом её слушать И я специально сидел, как-то ждал Подлавливал песни, которые мне нравятся И вот таким образом у меня образовалась целая кассета С песнями из разных групп, естественно И разных музыкальных направлений У меня такое тёплое воспоминание с детства Про этот плеер Конечно, мне дарили много разных подарков И много разных игрушек Например, мне иногда покупали киндера Помните, да, киндер-сюрпризы У меня было несколько бегемотиков Они были такие смешные и весёлые На самом деле Я думаю, что многие помнят этих бегемотиков Также у меня были крокодильчики Смешные тоже Ну и ещё разные вещи были из киндера Коллекции Ещё у меня в детстве были игрушки Такие пожарные машинки Тоже очень классные Я их очень любил, потому что они были красные И в детстве я очень любил красный цвет Не знаю почему Он был такой яркий Мне очень нравились яркие цвета Поэтому для меня это достаточно положительные Вспоминания И я всегда это всё вспоминаю Вспоминаю с какой-то теплотой И уютом Вот Такие вот воспоминания Ещё Мне было Конечно же Уютно Уютно спать на диване Потому что поначалу у меня не было своей кровати И Я спал на диване Так как был небольшого размера Я был Ну Понятное дело, что все дети как бы они ниже, чем взрослые Да И помещаются прекрасно на диван Вот И это был очень-очень уютный диван На самом деле Потому что он был Вот из такой примерно ткани Из такого материала И Эта ткань очень приятна на ощупь На самом деле Мне было Очень уютно на нём спать Потому что Иногда Просто я подушку убирал Вместо подушки И использовал вот такой вот У него была Пыльца Вот примерно Вот такая вот Как форма вот этой подушки Вот Немножко вот так И Мне очень-очень нравилось Просто Лежать на этом Пыльце Я не знаю правильно Сейчас говорю Пыльце Если такое слово Я его придумал Вот 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 И на те времена Почему-то у меня Ассоциируется С каким-то уютом С каким-то комфортом Видимо Правильно говорят люди Что Все эмоции Какие-то Все привычки человека Да Все вот эти вот Людские какие-то Черты Да Они зарождаются С детства Вот И Всегда очень зависит От От Того Где жил ребенок С кем он жил Как он хотел там общался И с кем-то не общался Его любили или не очень Берили Его наказывали или нет Это все всегда Очень-очень зависит Как бы От этого Всегда очень зависит Характер человека Который Вырастет В будущем Поэтому друзья Если у вас есть дети Либо если у вас когда-нибудь Будут дети Постарайтесь Не игнорировать Какие-то Их страхи Не игнорируйте Их просьбы Старайтесь Прислушиваться К ним Потому что Детей нельзя Не воспринимать Всерьез Дети Воспринимают Весь мир Очень и очень Гротеско Для них Может быть Целой проблемой Например Какая-то плохая оценка В школе Или то, что Какая-то девочка Например Над ним Подшутила Или что-то еще Возможно Для вас это будет не проблема Но для ребенка Это может быть целая Глобальная Мировая проблема Поэтому Всегда старайтесь Выслушивать Своих детей Помогать им И тогда вы станете У них лучшим другом И они будут вам доверять И самое главное Они вырастут полноценными людьми Они не будут бояться Этого мира Они Будут хорошо спать По ночам Им будет уютно Потому что они будут знать Что они Под вашей защитой На самом деле Это очень хорошее Чувство Чувство защищенности Потому что Без этого чувства Смотрели Какие-то Триллеры Помните Триллеры были Когда-то Разные Чужой против хищника Какие-то Немножко Ужастики Когда Эти фильмы Они всегда держат В каком-то напряжении Эти фильмы И Вот Иногда Жизнь держит В таком напряжении На самом деле Иногда Нужно просто Отпустить Все вещи Которые держат В напряжении И тогда У вас получится Расслабиться У вас получится Успокоиться И почувствовать себя Защищённым Защищённым человеком Да От каких-то Невзгод Вот Поэтому Я хочу вас сегодня Немножко защитить От Ваших проблем Постарайтесь Просто Выбросить всё Из головы И окунуться В это Ваше Состояние Когда Вам было комфортно Может быть Вы вспомните Какую-то смешную Немножко ситуацию С детства Вот Я всегда Вспоминаю Почему-то В этой ситуации Когда Когда Был день рождения Мой И я Понтовался Перед гостями Перед своими друзьями Взрослые были в двухкомнате А мы отмечали В зале И Я хотел показать Какой я крутой И начал выбрасывать котлеты Через ворточку Все были Немножко в шоке Но Когда я увидела Моя мама По которой мимо проходила Она Такая Хэй-хэй-хэй Надаю я вам люлей Это было смешно На самом деле Ну я Сейчас Семью из нас Тогда Мне конечно Было не смешно Но Возможно У вас будут какие-то Тоже интересные Истории С детства Смешные Либо же не очень Сейчас Самое главное Это Куда-то Уплыть туда В такое место Где на вас Не доберутся Некие проблемы Где Вы Не будете думать О каких-то вещах Которые вас напрягают Да Потому что Конечно Мозг человека Устроен так Что Когда ты начинаешь думать Об одной вещи А у тебя Включается Какой-то ассоциативный яд И Какие-то вещи тебе напоминают О других вещах Ты смотришь На портфель И думаешь Об учёбе Ты смотришь На компьютер И думаешь Об отчётах Либо о играх Ты смотришь На подушку Ты смотришь На подушку И думаешь Не поспать ли мне сейчас Да И подушка Это такой символ уюта Символ комфорта Символ чего-то мягкого Тёплого И прекрасного На самом деле И поэтому Я именно сегодня Взял подушку С собой Сюда На самом деле Ещё Одна вещь У меня запомнилась С детства Которая С детства Которая Меня очень-очень Я не знаю Расслабляла Это Какая-то деятельность Физическая Конечно Набегавшись В кулача Наигравшись В каких-то казаков Разбойников Я не думал о том Как бы мне заснуть Я просто ложился Закрывал глаза И открывал их уже утром Поэтому возможно Если у вас есть проблемы со сном То нужно немного изменить свою жизнь К лучшему В плане какой-то физической активности Возможно Стоит собрать своих старых друзей И поиграть с ними в футбол Либо в баскетбол Либо во что бы там играли Когда были маленькими Но Помню ещё одну Историю Когда Я, конечно Как и любой Как и любой школьник Не очень любил делать уроки дома Потому что это Скучно И зачем делать уроки Если можно поиграть в компьютер Или посмотреть телевизор И Когда приходила мама с работы И красным голосом Спрашивала Сделали ли это уроки Обычно я ответил Что конечно Да Вообще Без проблем Когда она мне не верила И говорила Давай будем проверять Садись И тут я понимал Что я влетал Потому что именно математику я не сделал И я надеялся Например Её списать завтра И мы сидели И по бедному Просто с мамой Делали уроки Это могло затянуться Даже до 11 вечера Я помню Что мне уже безумно Хотелось спать В 10 вечера Но мама была непреклонна Я просил её Типа Можно я пойду уже Паспу завтра Утром доделаю Но Мама всегда говорила Что сделай дело И гулять смело Ну или спи Что тебе хочется Надо помнить Что мы с ней заканчивали Эти уроки Как же мне хотелось Спать тогда Я помню тот момент Когда Ты весь такой Уставший Весь надруженный И умственно И физически Заходишь в комнату Наконец-то Таким Еле-еле Движением Откидываешь одеял Собираешься туда Укрываешься И просто Закрываешь глаза Кровь тебе достаточно Для того Чтобы Для того Чтобы Ты просто провалился В сон Максимально быстро Тебе так хорошо Твои ноги Немножечко Зудят От того Что Ты Набегался Сегодня У тебя Немножко Гудит голова От всех этих формул Математических Сложений Вычитаний Но Ты счастлив Потому что Ты сегодня Хорошо Поработал Потому что Ты сегодня Хорошо Погулял Хорошо Хорошо Поел И Можешь Хорошо Поспать Вот Такое ощущение Оно По-моему Очень приятно Я вам желаю Чтобы У вас Было Такое ощущение Побольше Надеюсь У вас Оптимистичные Нотки Очень Хорошие Позитивные Люди Желаю успехов Удачи И Хорошего Сна Вы Сделали Уроки Прекрасно Теперь Вы можете спать Доброй Ночь До Завтра Спасибо Тебе За просмотр Надеюсь Видео тебе Понравилось Если это так То Ставь лайк И подписывайся На канал А так же Бей в колокол Если у тебя есть вопросы Или предложения С удовольствием На них отвечу В комментариях Если Хочешь поддержать канал То Ссылочка На донат В описании Рад был помочь тебе Расслабиться До новых встреч